Да, весёленькие истории ты на ночь рассказываешь, совсем не жалеешь старика. Скажи мне, адвокат по совести, а зачем тебе-то нужна эта баба? Это не баба. Это... Я за неё по Москве вырежу. Да. Привет, дорогой. Как дела, как здоровье? С Божьей помощью. А как твоё? Твоими молитвами, дорогой. Всё, слава Богу. Да вот мальчики твои меня огорчили. Приехали в чужой город, понимаешь, на двух машинах, напачкали и соскочили, не прибрав, не рассчитавшись. Молодые озоруют. Что им? Неправильное озорство, неправильное. Ответить придётся. Зачем же так сразу? Мальчики поступили правильно. От хулиганов девушку спасли. Нет, ты меня не понимаешь, дорогой. Это хорошие люди были, понимаешь? Хорошие. Братва волнуется, недовольные есть. Успокоить надо. Ну что ж, у нас мальчики тоже серьёзные. И тоже недовольны московским гостеприимством. А Екатерина Дмитриевна работает у нас. И обижать её нельзя. А почему мы раньше не знали? Все мы всё узнаём не сразу, а постепенно. А может, к счастью. Я вот, например, тоже не знал, что ты в Твери с чухонцев получаешь. Мы поняли друг друга, дорогой. Знаешь, приятно побеседовать с умным человеком. Будешь в Москве, угощу тебя настоящей хванчкарой. Ну, если не шутишь, буду непременно. Вот только с делами разберусь. Удачи тебе, дорогой. Ну, вот и всё, молодые люди. Живите в радости. Отдохните чуток и за работу. Работать надо, а не воевать. Любовь, она ведь как? Приходит и уходит. А кушать хочется всегда. Сейчас самое время дела делать. А? 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 Субтитры сделал DimaTorzok